Оу-е, вот это я понимаю, ребята, уже второй спутник. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал Unreal Игры. Ну что ж, добро пожаловать в летсплей космос по Майнкрафту. Ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал. Ну что ж, ребята, и сегодня мы отправимся на Луну. И будем, наконец-то, осваивать нашу новую планету под названием Луна. Как вы могли заметить, ребятки, у меня небольшие изменения на базе. Сделал я себе вот такую вот автоматическую автопереплавку. Но, впрочем, она достаточно простая. Смотрите, печечка и дробилочка, и всё. Ладненько, всё, давайте отправляться быстренько на космический челнок и отправляемся на Луну. Давайте-ка проверим, всё ли выставлено правильно. Так, Луна стоит. Ну что ж, ребятки, я готов. Давайте, на счёт три. Раз, два, три. Отправляемся на Луну. И вот у нас, ребятки, наконец-то, Луна. Где-то здесь рядом я уже, возможно, садился. Так что, думаю, мы увидим, наверное, ту же самую местность. О, да, ребятки. Ой. Как это я... Как я смог пролететь в космосе без шлема? Для меня это остаётся загадкой, ребятки. А здесь вы можете наблюдать мою ракету, которую я строил в креативе для превью картинки. Но она не функциональна, а лишь просто красивая. Давайте подойдём и посмотрим. Это типа, знаете, как брошенный спутник. Ну, по сравнению с этой ракетой, конечно, вот эта ракета гораздо красивее выглядит. Ну, скажите, ребятки. Напишите по этому поводу в комментариях. Ну что ж, ребятки, поскольку кислород у нас может закончиться, так что нужно действовать достаточно быстро. Я сейчас построю некоторые устройства, которые нам позволят вырабатывать кислород, а также сделаем электроэнергию. Ну что ж, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот маленький генератор энергии мне удалось сделать. Я также провёл маленький эксперимент, и мне удалось сделать бесконечный источник воды, чему я очень рад. И давайте тоже попробуем провести некий эксперимент, будут ли расти вот такие тропические деревья на Луне, при этом без кислорода. А я думаю, где-нибудь здесь мы сейчас сделаем небольшое место, например, вот здесь вот. А попробуем посадить здесь одно дерево и посмотрим, что у нас из этого получится. Очень даже интересно. Ух ты, мне уголь выпал. Так, значит, выкладываем земельку и сажаем. Так, в принципе, деревья здесь садятся, то есть это уже хорошие новости. И давайте где-нибудь вот здесь тоже посадим. Блин, было бы круто, ребятки, если можно было бы как раз-таки сделать на Луне кислород, но об этом чуть позже. Я посадил саженцы тропического дерева. Ну что ж, продолжаем наше обживание на Луне. И сейчас мы будем строить электролизер, ребят, чтобы у нас был водород и кислород. Погнали! Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот выглядит запитанный и построенный электролизер. К сожалению, насос, ребятки, я забыл сделать и забыл его, конечно же, взять. Но ничего, мы можем немножко поработать ручками. А сейчас я поставлю две заправочные станции, чтобы мы могли заряжаться водородом и кислородом. И, кстати говоря, деревья у нас проросли. Это очень классные новости. Но, к сожалению, ребятки, эта штука не работает таким образом, каким бы я хотел. Из этой штуки никак, к сожалению, не получается выкачать газ. Ладно, а теперь, ребята, давайте приступать к созданию космических аппаратов. Мы будем запускать спутники прямо с Луны. Погнали! Итак, что же я здесь установил, ребятки? Здесь стартовая площадка для космических кораблей. И вот здесь вот такая штука, спутниковый сборщик. Предварительно я все это скрафтил на Земле. И потребовалось очень много времени. Итак, первое, что нам понадобится, это спутниковый сборщик. Давайте-ка зайдем сюда и посмотрим. Так, предварительно я сделал три вот таких вот спутника. Смотрите, делаются они достаточно интересным образом. Так, кладем один спутник сюда. А потом кладем чип адреса спутника. Обязательно один. А далее кладем, например, оптический сенсор вот сюда. И нужно нам теперь три солнечные панели. Кладем их вот сюда. И сейчас я возьму флешку и доделаем. Так, и я снова возвращаюсь, ребята. Я забыл сделать вот такие вот хранилища данных. Или флешки. Мне пришлось еще раз летать на Землю. Ладно, кладем три флешки. И теперь мы можем нажимать кнопку Build. Или создание спутника. То есть мы сначала делаем каркас, а потом наполняем всякими интересными датчиками. Например, сейчас у нас будет он оптический телескоп. Это, видимо, узнавать, насколько далеко находятся у нас спутники. Так, а далее нужно, собственно, вот этот чип сохранить, ребятки, от спутника обязательно. И куда-то спрятать. Например, в сундук. А я его пока что положу вот сюда. И давайте теперь сделаем быстренько ракету и запустим ее на орбиту. Ну что ж, что же нам понадобится для того, чтобы запустить свой первый спутник? Так, аккуратненько приподнимаемся. Так, тут гравитация, ребята, как видите, очень маленькая. Так что меня сразу выкидывает. Так, берем жидкостный двигатель. Аккуратно подпрыгиваем. На самом деле можно и не подпрыгивать. Так, и ставим теперь топливные баки. И нужно нам посмотреть, ребятки, насколько хватит мощности ракеты, чтобы вывести спутник в космос. Давайте поставим сразу сюда ящик и посмотрим. Смотрим, сможет ли вот такая конструкция взлететь. Потому что она у нас уже не вернется. То есть она улетит в космос, там и останется. Так что одноразовая система. Сканируем. Сканируем и смотрим. А у нас не хватает топлива. Значит, нужно нам сделать еще больше топлива. Ура! Вот такой ракеты нам наконец-таки достаточно, ребятки. Получается здесь. Здесь используется сразу пять топливных баков, один двигатель и одна коробка. Чтобы можно было засунуть сюда как раз-таки наш спутник. Так, ладно. Берем далее вот такую специальную штуку под названием линкер или соединятель. Так, нажимаем shift правый клик. По ракете... А, ракету-то надо сделать. Нажимаем build и ракета у нас благополучно собирается. Так, теперь соединяем все. Видите, написано link it то-то то-то. Готово. Так, это дело мы отнимаем. И теперь что мы делаем? Ни в коем случае не нажимайте launch раньше времени. А теперь смотрите shift правый клик по ракете. Сюда закладываем быстренько наш спутник. Так, первый спутник готов. Мы его положили. И после этого нам нужно заправить эту конструкцию топлива. Так, нажимаем правый клик и смотрим. А топливо у нас полное. После чего мы можем запускать. Давайте перейдем в красивый режим от первого лица. И нажмем launch. И у нас запускается ракета, ребята. Йеху! Первый наш спутник прямо на Луне. Офигеть! Блин, как же это красиво выглядит, ребята. Посмотрите, это первый спутник, который я запускаю прямо с поверхности Луны. По-моему, это круто. В общем, ракета у нас улетела, ребята. Сейчас мы скоро сможем лицезреть наш спутник на специальной машинке. А пока что мы еще запустим два спутника. Так, ладно, пока что у нас спутник взлетает. Кстати говоря, можно это дело посмотреть вот в этой станции монитора. А когда вот здесь стрелочка дойдет до максимума и опустится на землю, это значит, что спутник у нас отправился. А пока что мы построим специальные штуки, которые позволят мониторить как раз-таки данные со спутника. Для этого нам понадобятся вот такие спутниковые терминалы. Давайте сделаем вот так вот. Ставим три спутниковых терминала, потому что у нас есть три типа данных. Так, по-моему, наступает ночь, но поспать я, наверное, не смогу. И что же мы теперь здесь видим, ребятки? По-моему, электроэнергия этой штуки все равно нужна. Да, здесь нужна электроэнергия. Сейчас будем подсоединять. Но, во-первых, возьмем вот этот чип, который у нас остался от спутника, и положим, например, вот сюда. И, как вы видим, нету электричества. Давайте быстренько подключим всю эту систему. Так, прекрасно, ребятки, энергия у нас подключена. Ну что ж, давайте-ка заглянем. Так, и теперь смотрите, что у нас получается. Наш спутник, который мы вывели на орбиту, теперь собирает данные, которые у нас складируются вот здесь. И написано «Неизвестно». Потому что здесь пока что ничего нету, есть данные на спутники. И мы можем загрузить их, например, на нашу спутниковую станцию. Так, нажимаем «Коннект», и у нас данные перегружаются в наш буфер, ребятки, то есть сюда на планету. Ну что ж, а теперь мы построим планетарный анализатор. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот выглядит планетарный анализатор. А когда мы заходим сюда, мы видим, что здесь есть три типа данных. Это масса информации и еще чего-то там. В общем, это нам пригодится как раз-таки для будущих космических миссий. Ну что ж, пока не кончился кислород, ребятки, давайте отправим еще две ракеты оставшиеся. Так, это у нас будет детектор плотности. Оуу, е, вот это я понимаю, ребята, уже второй спутник. И думаю, мы сейчас отправим следом сразу третий спутник. Соответственно, нужно будет построить еще одну ракету. Так, ладно, наша ракета улетает, ребятки. И последний спутник у нас будет измерять массу. Давайте-ка его сделаем. Ну что ж, ребятки, и запуск последней ракеты. Оу, е. Красотень. И вот так у нас удаляется ракета, ребята, последняя на сегодня. Пока что я буду накапливать данные, а в следующей серии, думаю, мы уже отправим специальные космические корабли, которые будут добывать у нас ресурсы. Надеюсь, что вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующий раз будет еще интереснее. У нас еще очень много работы на Луне и на других планетах. С вами был канал Unreal Игры. Я вас всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok